В рамках месячника «Человек с белой тростью» по инициативе сразу нескольких организаций области в специальной библиотеке Бреста была организована уже не первая встреча с теми людьми, которые являются инвалидами по зрению. Таким людям в нашей области уделяется большое внимание. Пример тому – отданное по решению Брестского горосполкома помещение для специальной библиотеки, предназначенной для слепых. На этот раз в ее стенах собрались люди, которые являются постоянными читателями. Все они пришли с одной целью – ознакомиться ближе с биографией создателя системы письменности для незрячих Луи Брайлем. Месячники у нас проводятся ежегодно. Это такие мероприятия, очень серьезные мероприятия, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов по зрению. В течение месячника мы стараемся рассказать о том, чем сегодня живут люди с ограничениями по зрению, какие проблемы у них и как они их решают. И вот данное мероприятие мы сегодня проводим тоже, вот я уже сказала, в рамках этого месячника, с той целью, чтобы немножко больше посвятить и осветить такую тему, рассказать о таком знаменитом человеке, как Луи Брайлем. Система письменности Брайля совершенствовалась им на протяжении более чем десятка лет. Много раз она отклонялась советом Парижского института слепых. Но в конечном итоге ей все же удалось начать победоносное шествие по всему миру. Благодаря этому сегодня незрячие люди по всему свету используют рельефно-точечный шрифт, с помощью которого могут и читать, и писать. Чтобы еще раз вспомнить известного француза, пройтись по страницам созданного им неоценимого для истории богатства, системы письма и машины для чтения, и собрались люди, благодарные ему за годы кропотливого труда. Сегодня очередная теплая такая домашняя встреча. Мы всегда наши мероприятия проводим в такой дружеской и хорошей обстановке. И надеюсь, что эта встреча тоже не станет исключением и даст много очень интересной информации. Я думаю, что оно будет познавательное, потому что в дальнейшем у нас будет программа работы вот этой новой компьютерной комнаты. Наконец мы прибыли, ну, машину давно оплатили, но она наконец в Америке сделана, пришла сюда. Мы напишем проект, с Нового года он будет работать, мы будем обучать работе на этой читающей машине, плюс обучать первые накладки на компьютере для слабовидящих и пожилых людей. Сегодня услугами специальной библиотеки, которая содержит и издание с рельефно-точечным шрифтом, и говорящие книги, и плоскую литературу, пользуются порядка 400 инвалидов по зрению. Многие из них по тем или иным причинам обслуживаются на дому. Помимо всего, в библиотеке организован клуб любителей поэзии, который объединяет людей различных возрастов, имеющих одну и ту же проблему. Я думаю, люди, понимаете, это возможность людям быть более общительными. Как сказал Сенте Кузупери, подарите людям общение, да, нет ничего на свете дороже, чем общение. Поэтому, как общение, это самая большая роскошь на земле. Значит, мы не будем на этом зацикливаться и дарим побольше общения людям. Литература со шрифтом Брайля представлена в большом изобилии в Брестской специальной библиотеке для незрячих людей. Именно сюда они могут прийти за книгами любых направлений – краеведческими, историческими, литературно-познавательными изданиями, журналами о здоровье и многом другом. И надо сказать, они с удовольствием это делают. Очередная встреча, прошедшая в рамках месячника «Человек с белой тростью», еще раз дала возможность людям, инвалидам по зрению, узнать больше об истории создания системы письма, которой они пользуются, а также обратиться к литературе.